Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организм к холодам. Она исцеляет даже невоцерквленных. В Самару доставили ковчег с мощами Святой Блаженной Матроны Московской. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию, связанную с задержанием мужчины возле школы в Новокуйбышевске. Цитата. Сегодня мне доложили о факте появления вблизи одной из школ региона человека с предметом, похожим на оружие. Благодаря быстрой реакции и оперативным действиям правоохранителей мужчина был задержан. Оружие при нем не обнаружено. Тем не менее, землякам спасибо за бдительность. В такой ситуации я считаю правильным перестраховаться. Конец цитаты. Противодействие санкциям, непростые условия работы, налоговые льготы и подготовка кадров. Эти и другие вопросы члены Союза работодателей разбирали во время встречи на предприятии ОДК Кузнецов. Обсуждение прошло под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Также в преддверии 110-летия одного из крупнейших предприятий Самары глава региона поздравил лучших сотрудников промышленного комплекса. На встречу побывал Михаил Ермоленко. Без этих людей, настоящих профессионалов своего дела, не только бы нарушилась цепочка производства, но и снизилась качество производимой продукции. Большинство из этих специалистов трудятся на заводе Кузнецов уже более 35 лет. В преддверии крупной юбилейной даты, 110 лет со дня основания двигателя строительного производства, за особые заслуги перед промышленностью Самарской области старейших сотрудников ОДК Кузнецов поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что вклад настоящих ветеранов промышленности сейчас неоценим, особенно в условиях санкций. Работа промышленных предприятий в условиях жестких санкций Запада была одной из ключевых тем на встрече членов Союза работодателей Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что все вводимые ограничения оказали серьезное влияние на промышленность. Ситуацию усугубила пандемия коронавируса. Но даже несмотря на это, работа предприятий остается стабильной. Здесь особо отметили Тольятинский автоваз. Глава региона рассказал, что управленческая команда, которую возглавил новый гендиректор завода Максим Соколов, в кратчайшие сроки решила огромное количество задач. Сейчас производственный план автоваза на второе полугодие 2022-го – 137 тысяч автомобилей. Несмотря на санкции, количество планируемых к производству машин выше, чем показатели второго полугодия предыдущего года. Уже к концу августа индекс производства приблизился к отметке в 101. Наша оценка даже по первому полугодию текущего года, если убрать автомобилестроение, автокомпоненты и, соответственно, обеспечивающие ресурсами производства, ну, в первую очередь, энергетика, то у нас по обрабатывающему сектору мы с вами идем ровно на уровне прошлого года. Сто процентов. Сто процентов, коллеги, в выполнении. По четверти промышленного сектора идет значительный рост. Также во время встречи членов Союза работодателей обсудили вопросы подготовки молодых кадров и налоговых льгот для предприятий. Губернатор отметил, что во внимание нужно принять все факторы, чтобы и дальше обеспечивать промышленности региона лидирующие позиции в стране. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. По обращению жителей и рекомендации областного министерства строительства внесут изменения в правила землепользования и застройки городского округа Самара. Об этом рассказали на заседании городской думы, которое прошло с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Проектом предусмотрено внесение изменений в границах территориальных зон на Ракитовском шоссе, а также на земельных участках по улицам Маяковского, Садовая, Чкалова и Ленинская. Данные изменения вносятся по обращению министерства строительства. Данные объекты внесены в реестр проблемных министерств строительства и изменения, необходимые для ввода в эксплуатацию жилых домов. Также изменения коснутся участков по улице Новосадовой в Октябрьском районе Самары и земельных участков в границах 8-й просеки. Сегодняшнее принятие городской думы о решении о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа Самара позволит ввести строительство на территории областного центра по современным тенденциям, оптимизировать развитие инфраструктуры и защитить правовые и законные интересы граждан. Также на заседании думы городского округа сегодня единогласно были приняты изменения в бюджет на ближайшие годы в первом и во втором чтениях. Бюджет города сохранит свою социальную направленность. Поправки перед тем, как их утвердили на общем заседании думы, обсудили на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике. Куда направят дополнительные средства, расскажем подробнее в следующем сюжете. В этом году в бюджет города из вышестоящих источников поступило дополнительно 120 миллионов 800 тысяч рублей. За распределение этих средств проголосовали депутаты профильного комитета. Все затраты носят социально значимый характер. Переселение и заваривание ветхого жилья. Традиционно мы сокращаем очередь предоставления жилья для детей-сирот и оказавших обеспечения родителей. Также дополнительные средства направят на бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами, отлов и содержание безнадзорных животных. В этом году доходы городской казны составят 43 миллиарда 53 миллиона рублей. Расходы 44 миллиарда 477 миллионов и дефицит бюджета 1 миллиард 425 миллионов. Он увеличился как источник финансирования для социально значимых статей. Нам нужны средства для того, чтобы профинансировать те защищенные статьи бюджета, которые у нас заложены. На сегодняшний день предлагается профинансировать эти статьи за счет дефицита бюджета, который будет покрываться внебюджетным кредитованием. Тем не менее, депутаты рассчитывают, что к концу года в городской казне сложится экономия, появятся средства из вышестоящих источников и принятые увеличения дефицита смогут закрыть. На последующие два года бюджет планируют бездефицитным. Подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы на постоянном контроле. В профильном городском департаменте продолжают проходить заседания штаба, где представители ресурсоснабжающих организаций, профильных служб и внутри городских районов обсуждают ход подключения к теплу. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. По словам специалистов, число подключенных многоквартирных домов приближается к 10 тысячам. При этом взаимодействию ведомств отводится особая роль. Безуспешной коммуникации между ведомствами не был бы возможен оперативный запуск и дальнейшая регулировка параметров того или иного многоквартирного дома или учреждения. Все возникающие вопросы отрабатываются точечно и в индивидуальном порядке. 7 октября в областной столице начнет работу горячая линия, куда жители смогут обращаться по вопросам отопления. Обмен опытом обсуждения нового законодательства и заключение соглашений с профильными предприятиями. В Самаре прошло заседание Совета и общего собрания членов Международной ассоциации «Метро». Эта организация, существующая 30 лет, объединяет в себе все предприятия российской подземки и ближнего зарубежья, а также компании, которые производят комплектующие для вагонов и станций «Метро». Подробнее расскажем в сюжете. В год 35-летия со дня ввода в эксплуатацию первых станций «Метро» в городе, Самара впервые приняла у себя очередное заседание Совета и общего собрания членов Международной ассоциации «Метро». В числе основных вопросов – обсуждение перспективных направлений деятельности «Метрополитенов», обмен опытом и условия дальнейшего сотрудничества, предоставление новых сервисов для пассажиров, примеры исполнения различных норм законодательства, правил и требований, регламентирующих работу предприятий внеуличного транспорта. Международная ассоциация «Метро» объединяет метрополитены городов России и ближнего зарубежья, например, Узбекистана и Белоруссии. Также в нее входит порядка десятка промышленных предприятий. В основном они работают в сфере производства комплексов управления движением поездов, технических средств и различного оборудования для оснащения подвижного состава. В том числе на встречу присутствовали представители Петербургского холдинга, которые занимаются капитальным ремонтом вагонов Самарского метро. В третьей декаде октября в Самаре примут очередную партию вагонов – пять единиц, которые в результате капремонта преобразятся снаружи и получат новую современную внутреннюю начинку. Срок службы отремонтированных вагонов продлевается на 15 лет. У нас в Самарской области выполняется программа правительства Самарской области по капитальным ремонту и обновлению электроподвижного состава. На данный промежуток времени в этом году у нас будет уже 26 вагонов капитально отремонтировано. Вне официальной повестки обсудили вопросы строительства метро, которое в городах страны ведется с учетом в том числе плотности застройки, необходимости сохранения историко-культурного наследия и других факторов, говорили участники о строящейся станции метро «Театральная». Время в пути по ветке с окраин доисторического центра Самары составит порядка 20-25 минут. Технические новшества позволят сократить интервал движения поездов до 5-8 минут. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Тем временем в Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Она должна еще на один шаг приблизить жителей отдаленных районов города Безымянки, Юнгородка к историческому центру. После ее открытия станет возможно комфортно и без пробок добираться до мест проведения массовых культурных мероприятий, театров, музеев и других учреждений. Станция «Театральная» будет располагаться в шаговой доступности от площади Куйбышева. В связи с возведением нового объекта движение по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской временно закрыто. Кроме того, предстоит введение временной схемы организации движения и по другим улицам. В конце текущей недели эту меру планируется реализовать на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Новосадовой. Работы ведутся поэтапно. Например, в настоящее время в районе скверов, прилегающих к театру оперы и балета, специалисты занимаются переносом инженерных коммуникаций. Работы предусмотрено выполнить на сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрических кабельных линиях, кабелях связи, газовой магистрали. На перекрестке Полевая и Самарская также займутся прежде всего переустройством инженерных коммуникаций, ливневой канализации, водовода кабельных сетей. Уже подводят питающий кабель к пересечению. После на следующем этапе метростроители будут опускать щиты, продолжать работы уже по стыковке тоннеля. Действующий заканчивается как раз в районе этого перекрестка. Сейчас на этом участке устанавливают дорожные знаки. Всего их предусмотрено больше сотни. Часть уже размещены и пока закрыты, чтобы заранее не вводить в заблуждение водителей. Для других готовят опоры. На ближайших светофорах устанавливают дополнительные секции и регулируют фазы их работы. Региональный заказчик и администрация Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, просят жителей областного центра отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все делается для будущего комфортного передвижения самарцев по мегаполису. Этот проект финансируется за счет инфраструктурного бюджетного кредита, по которому выплачиваются проценты регионам. И задача стоит в 24-м ввести объект в эксплуатацию. Сегодня с площади имени Куйбышева отправился очередной КАМАЗ с гуманитарной помощью. Силами общественных организаций региона в рамках клуба благотворителей было собрано все самое необходимое – от теплых спальных мешков до сладостей. Им подробнее расскажет Александр Гусева. Своих не бросаем. Сегодня в рамках акции под таким названием неравнодушные самарцы собрали и отправили шестой КАМАЗ с гуманитарным грузом. В скором времени он прибудет в расположение 2-й общевоисковой гвардейской армии. Несмотря на то, что бойцы на передовой имеют все необходимое обмундирование, самарцы тоже хотят внести свой вклад и тем самым поддержать тех, кто находится в зоне СВО. Акция «Своих не бросаем» дает возможность всем желающим выразить свою заботу о наших военнослужащих. Организационную деятельность взяли на себя благотворительный фонд «Звезда Элира» и «Народный фронт». Мне хочется отметить, что во взаимодействии с благотворительным фондом «Звезда Элира», который возглавляет Екатерина Колотовкина, у нас эта акция стала системной и постоянной. И мы уже понимаем, что если это слово «своих не бросаем», это обязательно будет не на словах, а на деле. Большой вклад в сбор гуманитарной помощи внес Самарский благотворительный фонд «Звезда Элира». Для наших военных были собраны теплые одеяла и спальники, средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты, в том числе и 100 килограммов свежего меда. С первых дней специальной военной операции мы, жены военнослужащих, в нашем доме офицеров организовали пункт поддержки нашим мужьям, всем солдатам. На сегодняшний день наша деятельность переросла в работу целого благотворительного фонда. Огромное количество представителей бизнеса, общественных организаций и объединений плотно сотрудничают с фондом «Звезда Элира». Такое тесное взаимодействие организаций и отдельных жителей региона сегодня особенно ценно. У многих самарцев есть хотя бы один родственник или знакомый, который отправился защищать родину. Александра Гусева, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях этого дня. В Самаре двух сотрудниц полиции будут судить за получение взятки. В июне 2022 года начальник отделения по расследованию преступлений в сфере оборота наркотиков и оружия предложила своему руководителю получить деньги. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области, сумма взятки должна была составить 150 тысяч рублей, которые сотрудницы хотели поделить между собой поровну. Денежное вознаграждение касалось уголовного дела, которое было возбуждено из-за причинения тяжкого вреда здоровью на территории промышленного района. Во время расследования установили подозреваемого. Сотрудницы полиции должны были поспособствовать, чтобы подозреваемому назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также переквалифицировали состав преступления, за которое наказание будет меньше. После получения части денег сотрудниц полиции задержали. Уголовное дело передано в суд. В Самарской области правоохранители провели оперативно-профилактические рейды «Должник». С местных жителей взыскали более 754 тысяч рублей. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции выявляли лиц, имеющих задолженности по административным штрафам. Неплательщиков привлекли к ответственности. Также правоохранители пресекли 278 административных правонарушений. Краждане получили наказание в виде штрафа в двойном размере и ареста на 15 суток. Педагог Самарской музыкальной школы Ольга Золотова стала лауреатом федеральной премии. Министерство культуры Российской Федерации подвело итоги конкурса среди лучших преподавателей в области музыкального искусства. Лауреатами стали 150 человек, 100 учителей детских школ искусств и по 25 преподавателей училищ и вузов. За победу педагоги школ искусств получат премии в размере 500 тысяч рублей. Преподаватели училищ и вузов по 1 миллиону рублей. Ольга Михайловна преподаватель по классу виолончели со стажем работы 27 лет. Заслуженный работник культуры Самарской области. За годы работы она воспитала более 50 лауреатов престижных музыкальных конкурсов. Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы. Его разработали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Информация об этом содержится в Государственном реестре лекарственных средств. По данным ресурса, препарат зарегистрировали 4 октября. Ранее стало известно, что в Минздрав поступила заявка на регистрацию первого российского препарата против оспы. Специалисты утверждают, что в него с помощью генной инженерии были включены 6 опасных генов. Это сделало вакцину более безопасной, чем аналоги, которые не подходят людям с ослабленным иммунитетом. В Самарском дворце ветеранов прошел концерт для пожилых людей «Нам года не беда». В зале собралось более 70 ветеранов и инвалидов. Сегодня их поздравляли с Международным днем. Днем пожилого человека и Днем учителя. Туда же отправилась и наша съемочная группа. «Мои года – мое богатство» – это слова про людей, которые собрались сегодня в Самарском дворце ветеранов. Представители серебряного возраста пригласили по случаю двух праздничных дат. Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, и Дня учителя. Так как пожилой человек прожил большую жизнь, он уже сам по себе учитель. Учитель в жизни, учитель по работе, учитель просто, потому что он уже немножечко больше знает, чем мы. Поэтому мы решили объединить два мероприятия. Мы отмечаем День пожилого человека и День учителя одновременно. В зале Дворца ветеранов собрались более 70 человек. Для пожилых людей организовали праздничный концерт. Перед гостями выступили танцевальные и вокальные коллективы разных возрастов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Для меня вот прийти во Дворец ветеранов – это уже праздник. Здесь такие светлые люди, они встречаются улыбкой. И, естественно, ты приходишь с улыбкой, делишься своим позитивом. Потому что в наше трудное время позитив и счастье, улыбка – это самое ценное в жизни. Человек, который улыбается, ему легче жить. Праздник для взыскательной публики устроили сотрудники Самарского Дворца ветеранов совместно с городским обществом инвалидов. В пожилом возрасте человек особенно нуждается. Нуждается и в добром слове, и просто в ощущении своей причастности к жизни, к тому большому обществу, в котором мы все живем. И самое страшное для человека, который ушел на пенсию – именно быть оторванным и изолированным. А Дворец ветеранов – это все позволяет уменьшить, и в то же время дать пожилому человеку уверенность и стабильность в жизни. Такие концерты уже стали традицией. Домой гости ушли с подарками и хорошим настроением. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Мы то, что мы едим. Специалисты утверждают, что, обладая знаниями того, что и как ты ешь, можно укрепить здоровье, стать более привлекательным и даже продлить жизнь. Как складывается рацион питания человека и как он меняется в зависимости от времени года, узнали у специалистов наши корреспонденты. Всем известно, что любое живое существо поддерживает комфортное состояние своего организма благодаря употреблению правильной и полезной для него пищи. И человек – не исключение. В еде содержатся все необходимые элементы и витамины, в которых так нуждается наш организм. Особенно в осенний период, когда нужно запасаться витаминами на зиму. По словам специалистов, сделать это сейчас несложно и недорого. Ну, к примеру, больше есть овощей свежих, зелени. Тем более сейчас еще есть такая возможность в данный момент времени доедать те продукты питания в свежем виде, например, овощи, фрукты, ягоды. То это лучше, конечно же, делать. Ну, в частности, витамин КУД больше есть. Она, конечно, в рыбьем жире содержится, но она повышает усваиваемость кальция. Чтобы витамин КУД усваивалась, необходимо витамин КУД больше кушать. По словам специалистов, на пищевые привычки человека влияет огромное количество факторов. Это и национальные особенности, деятельность человека, а порой и стоимость тех или иных продуктов. Питание человека, живущего в условиях жаркого климата, будет значительно отличаться от питания северных народов. Человек, живущий в условиях холода, будет потреблять больше жирной и сытой пищи, так как его тело тратит большое количество энергии на то, чтобы согреться. Так как климат в Самарской области умеренно континентальный, со стабильно жарким летом и морозной зимой, предпочтения в еде у жителей меняются в соответствии с сезоном. Я зимой больше ем, чем летом. А осенью овощи, летом фрукты больше, летом вообще не хочется кушать. А вот зимой, да, зимой хочется кушать. Ну, конечно, зимой хочется, как бы, мы живем в холоде, просто хочется там более мясной пищи, более горячей. Ну, конечно, конечно, меняется. Ну, сейчас вот овощи пошли, фрукты, поэтому этого больше. Зимой там, допустим, что-то другое, мясо там, допустим, рыба. Предпочтения в пище могут многое рассказать о человеке, говорят специалисты. От правильного питания напрямую зависит не только физическое здоровье человека, но и эмоциональное. Для того, чтобы исправить плохое настроение, достаточно съесть что-нибудь вкусненькое. Светлана Тимофеева, Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. В Самару доставили ковчег с мощами Святой Блаженной Матроны Московской. Святыню привезли из Тульской епархии. Напомню, Матрона Московская – святая Русской Православной Церкви. Была канонизирована в 1999 году. Является одной из самых известных и почитаемых в России святых. Считается, что по молитвам Святой Матроны происходят чудеса и исцеления, в том числе с невоцерковленными и неправославными людьми. Ковчег с мощами будет находиться в Софийском храме на улице Соколова у Ладьи до 9 октября, сообщают в прислужбе Самарской епархии. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Администрация Кировского района Самары в своем телеграм-канале рассказывает, как вести себя в случае появления запаха газа. Нужно немедленно выключить газовые приборы, не зажигать огня, не курить, не включать электроприборы, перекрыть краны газовым прибором, открыть окна и проветрить помещение, вызвать аварийную службу по номеру 04-104 или 112. Администрация Советского района приглашает жителей зарегистрироваться в системе ГИС ЖКХ. Несколько сайтов, организаций, учреждений и органов власти на одной платформе. Не нужно никуда ходить, стоять в очередях, проводить собрания у подъездов, оплачивать кучу квитанций в банке, писать жалобу на бумаге, отправлять ее по почте. Государственная информационная система ЖКХ – это современная и удобная платформа. Ее задача – сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных, а также позволяющая россиянам взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки поздравляет жителя Самары, ветерана Великой Отечественной войны Лидию Александровну Гольцеву со столетним юбилеем. В годы войны Лидия Александровна работала на моторостроительном заводе имени Фрунзе «Разнорабочий». После окончания войны устроилась в книжный магазин продавцом и параллельно получала образование по специальности библиотека ведения. Всю свою трудовую деятельность посвятила книгам и ушла на пенсию в должности директора книжного магазина. Департамент желает Лидии Александровне крепкого здоровья, благополучия и активного долголетия. И наш телеканал присоединяется к поздравлению. Скажи свое мнение. Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на интересные темы. И сегодня выясняем, какой шоколад предпочитают наши подписчики. 40% опрошенных ответили, что молочный. 24% любят горький. 29% темный. За шоколад с добавками проголосовали 3% опрошенных. Проголосовать и оставить свой комментарий вы тоже можете в телеграм-канале Самара ГИС. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова